Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Кламки и с вами команда Команча и также Свифт Лига Каппад номером 4. Играем мы в четвертом раунде серии Best of 3 против команды Блокоптус. Ну, вообще, кажется, по-другому немножко звучит, но я буду называть так, выше вы не обессудьте. Ну и начинаем смотреть мы с вами стадию пикабанов. Серия Best of 3, не забывайте, если предыдущие матчи были в серии Best of 1, то вот здесь вот придется немножко постараться. Да, тем более серия Best of 3, правда, выбирает сильнейшего, ну а Best of 5 сильнейшего из сильнейших. Вот так вот можно это все рассказать и объяснить. Ну и смотрим на стадию пикабанов сразу же в бан. Первым героем направляются фиолетовые персонажи, это ФСС Войт и Дарк Фирман, так и справляется Дроу Рейнджер от ребят с командой Блокоптус. Ну и команда Команча. Так понимаю, это какие-то древние боги Блокоптус, опять же Команча, индейцы, сражаются против злых духов, как всегда. Ну и смотрим. Второй бан, Команда Команча, кто же здесь отправится в бан, и это Тимберсо, кого же все-таки ребята с Команда Команча хотят взять. А против Тимбера брать не советуются Сларка, опять же какого-то лайфстилера и таких более персонажей. А, это же осьминоги, да, точно, осьминоги, я уже совсем что-то забыл английский язык, ну и правда осьминожки, точно, тут уж ничего не поделаешь. Ну и команда синих осьминогов, так сказать, да, забирает Тилдер Титана, ну и Команча здесь берет Шадоу Демона, и возможно сыграет опять же через какую-то луну, мирану, ну а может быть даже какого-то тераблейда. Но с тераблейдом, опять же, можно было взять какого-нибудь, ну, батрайдера неплохо, но лучше опять же какой-то контроль в виде Тайтхантера, венги и тому подобных персонажей, которые могли бы засейвить своих тиммейтов. Ну и команда осьминогов, управляют в пик себе, забирают алхимика, ну и алхимик Элдер Титан уже довольно-таки неплохая связка, так как Нэч Сордер снимает весь основной армор команды Команча, которого вроде бы и не так много, Ну и еще Эксид Спрейс снимает 7 армора, вот кажется, что вот именно от них мы увидим персонажа под названием Веншфул Спирит, ну а может быть даже Даззл. Ну и команда, все-таки, под батрайдера это такой вот именно фокус герой, который может цеплять одного персонажа и нужен герой, который вносил бы очень-очень много физикал даймджа и именно в единственную цель команды Синих Осьминогов, ну а именно в алхимика или еще в одного корт персонажа, который у них появится. Такой герой называется, правда, Сларк, опять же, Клинкс, ну блин, не знаю, насчет Луны делать такое, опять же, батрайдер может и задейфить, так что можно взять и фармящего героя, так как батрайдеры будут всегда на линиях и отпушивать именно эти позиции, так что можно и насчет кого-то лид. Потенциала ребятам с команды Каманча выбрать, прав лицебан Масхуз Карп, так же еще и Акс прав лицебан, команды Каманча, Лич также в бане вместе с Сеншет Паришином. Ну слушайте, лед, лед, лед и два фиолетовых героя, так вот у нас сейчас разноцветные пикабаны, вот так вот, наверное, раскраску просто купили и давай раскрашивать, наяривать, кого же мы сейчас забаним, давайте вот этих, вот этих, вот этих. Вот этих, вот этих, ну ладно, Мирана все-таки появляется, команда Каманча, ну вот это вот как-то более-менее предсказуемо. За счет того, что у Мирана появляется, опять же, стрела под Disruption, ну и Сларка я тоже где-то уже говорил, что может появиться, правда, от команды Каманча, но появился он от ребят из команды Блуокоптус. Да, Сларк, Алхимик, Алдорситан, во-первых, все это три миличных героя, то есть рейнджовых пока что команды Блуокоптус нет. Но у команды Каманча уже рейнджовых героя и вообще бы против Сларка было бы неплохо взять еще Блудсикера, но этот герой, знаете, сейчас не очень актуален, конечно же. Ну и вот нужно что-то думать, надо как-то остранить команду Блуокоптус от себя, я же опять же говорю, что против миличников было бы неплохо взять Таидхантера, взять, опять же, может быть, даже Disruptor в саппорте, хотя у команды Каманча может быть и Мирана на саппорт-позицию сесть, опять же, вместе с Шадул Демоном бегать, просто всех убивать, устраивать агрессию на карте, Батрайда отправится на Харлинию, но не сапки Мид. Ты же понимаешь, у нас Мирана, Огрмаг появляется на саппорт-позицию, и вот она еще и Венжву Спирит. Ну, я прям просто Ванга в данной карте. Огрмаджай! Ну, конечно, такой вот крик интересный у этого героя. Ну и теперь остается взять только Корр, персонажа в команде Каманча, а вот кого брать, непонятно пока что на данный момент. Но за счет того, что есть Мирана и Угрмаг, вот именно под Угрмагом, можно было подумать, что появился бы какой-то Свен, но под Свена нужен контроль. Хотя, если заходить с Мираной, опять же, под Мунлайт Шадо, с Варкраем также будет дополнительно армор для своей команды, ну и вот Дуа Коптус будет им довольно-таки неприятно против этого Свена жить. Да, Венга снимает армор, Эксид Спрейт Алхимика снимает армор, Сларк грызет армор, ну и еще и Удар Титан. То есть, здесь у команды Каманча, мне кажется, очевиден больше всего Свен. Он, конечно, милишник, но будет он стоять, во-первых, вместе с Шадоу Демоном, с Угрмагом, это дополнительный стан, контроль, замедление и, скорее всего, они будут стоять еще и против Хардленера, который у команды Блуа Коптус только-только появится. У них уже понятно, что это Венга, Элдор Титаны и Сларк, это именно Трипл Изи Линия, Алхимика, это Мид, ну и остается ждать еще одного Выбратния. Кстати, у команды Каманча довольно-таки мало, резервтайм остается еще 20 секунд всего лишь, но вот у команды Блуа Коптус. Коптус здесь 2 минуты и 10 секунд еще времени имеется для того, чтобы забрать себе нужных героев. Ну и команда Каманча банит здесь сейчас Тайт Хантера, ну и команда Блуа Коптус справляет банд Свена. Вот такой вот все-таки читаемый-читаемый небольшой пик. Ну, ожидаемо это все было. Опять же Тайт Хантер, который бы очень много массовки вносил бы в команде Каманча своим реведжем, ну а Свен бы опять же урезал всю вот эту вот задумку команды Блуа Коптус с Ихами, с Армуром. С Варкраем ему было бы вообще не страшно, кто там, что там, тем более Гормак Житун и Батрайдер кого-то подцепит и мог довольно-таки быстро убить. Но здесь надо теперь уже думать, как быстро раскладывать Сларка и Алхимика, и появляется команда Каманча Мипо. Вот так выбор. Чапи будет на этом героя исполнять. Да, кстати, не забывайте, что Чапи это очень сильный игрок именно на Мипо. Я уже вот сегодня пересматривал некоторые матчи команды Каманча. Предыдущие, когда вырезал из них такие вот моменты для заливки на Ютуб, там вот был рэмпич от Мипо. Играли они вроде Стар Ладр, Бролигу, Оупен. Ну и вот там вот этот Мипо показал нас, что он способен. Ну и правда, Мипо смотрится серьезно. Правда, Лар Титан, вот Никс и вот именно вот эта Винга, который может выцепить одного Мипо, и его просто ребята с командой Блокоптус очень быстро разберут. Но если все правильно подконтролить и выбрать, то у команды Каманча довольно-таки много шансов для победы. Ну и пока что разбирают своих героев ребята из команд Блокоптус и Каманча. Ну и ждем мы выбора. Кто же здесь начнет играть? Ну и в итоге начинаем смотреть. Заходим сразу в статистику добитых крипов. И давайте пробежимся, кто на ком у нас здесь будет играть. Миша садится опять же в вторую игру играть. У нас Шелл Демони. Угрмак это у нас Чуваш. Чапи у нас будет играть на... Да, Чапи у нас играет на Мипо. ЛТВ у нас отправится на Батрайдере. Ну и в Мид, конечно же, Никс пойдет в команды Каманча на Миране в Мид. Ну и команда Бео Тим. Ну, кстати, так их намного легче называть и проще. Крафтукс, да? Наверное, Крафтукс играет у нас на Сларке. На Смог играет он на Венджику Спирита. Льюна играет он на Элдер Титани. Ювин, скобочки, нет. Играет он на Лахимике. Ну и Леха Висп играть будет у нас здесь на Никс Ассасин. Ну и скорее всего это будет все-таки Харт персонаж. Ну и пока что ребята с команды Каманча не забрали своих героев, а именно Мирана и Батрайдера. Так что придется их немножко подождать. И нас подождать. Так, ну и пока что пробегусь. Ребята, не забывайте подписывайтесь на социальные сети команды Каманча. ВК.ком.slash.kamanchi.gg Также мои социальные сети, если вам понравилась трансляция. Это ВК.ком.slash.flankyflame Буду всем обязательно рад. И, конечно же, с радостью встречу вас в своей дружной компании. Ну и, конечно же, не забывайте делать фоллоу на данный канал, чтобы наше сообщество индейцев становилось все больше и больше. А вы Каманча? Вия Каманча! Ну и 10 зрителей у нас на стриме. Всем привет и хорошего настроения и приятного просмотра. Забирают у нас двух последних персонажей команды Каманча и мы готовы, кажется, начинать. Минута 27 остается, конечно, до начала игры, но это, понятно, еще до хода крипов. Сейчас команды разбегутся. Опять же, Каманча, возможно, отправится на верхнюю линию. Ну и команда Бео Тим будет отправляться на нижнюю линию, как мне кажется, собирать именно там руну. Ну, пока что будем смотреть. От команды Каманча довольно-таки сильная. Вот это вот может быть сейчас связка за счет Шту Демона Дизрабшина. Опять же, стрелы и мираны. Ну и тот же Батрайдер может довольно-таки неплохо накидать напалм по героям команды Бео Тим. И довольно-таки сильно их замедлили. Там еще и Игнает от Угрмага, ну и в итоге дэмэджа будет многовато. Так что будем смотреть. Смоки прожимают, ребята, с команды Каманча. Отправляются сразу же на нижнюю линию. Тут бегут у нас здесь уже и Мипа, Чапи. Ну и тут Батрайдер также пока что подправляются, наверное, на верхнюю линию. Ну и вот на нижней линии команда Бео Тим все-таки собираются, нажимают смоки и вот теперь готовы выходить в лес. Правда, у нас сейчас Мипа может подставиться. Позаметили, Мипа забил смоки. Ну и просто беги отсюда, глупенький. Не надо подставляться. Винги все-таки... А, он пытается раскатить, конечно, на рейндж. Может быть, пытается поймать. Но катить, катить, катить. А, да, там не хватало. Ой, еще и Штом пошел не очень точный. Тут Огрмаг, Игнаетли будет. Чапи уже готовый. Ну и правда, тут у нас сейчас может ребят с командой Бео Тим разбежаться и оставить Элдер Титана на произвол судьбы у ребят из команды. Команча стрела залетает и в итоге Элдер Титан отправляется в таверну на довольно-таки длительное время. Ну, не сказать. Длительное время. Ну и Мирана забирает сейчас руну и будет отправляться на мид уже с первым фрагом у своей команды. Заработала 99 золота команды Команча. И еще за ферстблат у нас Миран получила не так уж мало золотишко. Насыпала ей. Ну и в итоге, конечно же, на миде ей станет стать еще лучше. Тем более, Баунти Руна ей также достается. Алхимик, правда, сравнивает сейчас вот этот вот счет. А именно Нитворс, то что, ну, Баунти Руна, опять же, его пассивка. Ну и в итоге заработал он за эту Баунти Руну 400, но может чуть побольше золота. Так, расставляется у нас Вижен от команды Бау Тим сейчас в лесу. Расставили они его, но, правда, разбежались не очень хорошо. Кстати, у нас тут Синтривард и вот тут вот здесь... Ну, вы понимаете, то есть, как любят ребята из команды Бау Тим называть свои предметы. Ну, я лично этого не одобряю. Как бы, можно, конечно, блеснуть умом, но это не блеск умом, даже не капельки. Пошли у нас сейчас таки на Палма, на Элдер Титана, Батрайдер накидывает. Тут еще и Сларк получает неприятные, но Элдер Титана нет. Хиков, а вот у Сларка есть. Так что перед Сларком особо раскидываться этим на Палмом особо, наверное, не стоит мошнить перед его лицом, так сказать, своей способностью, которая просто потом позволит ему в какой-то момент просто уйти. Так, у нас сейчас, кстати, можно накидать Батрайдер на Палма, отдается у нас Энч Стом по Батрайдеру, подбежит сюда сразу Сларк. Ну, не такой уж длительный сейчас, Энч Стом, у нас Элдер Титана, так что дело такое. Второй Кантатор. Кантатор? Что такое Кантатор? Если Кантатор, то спасибо, нет. Больше я буду сессово комментировать. Покажи еще раз. Может быть, чуть позже, когда будем рассматривать Вишн, я покажу это. Так, заходит у нас Огромаг, начинает дубить. Любимка у нас Пая на Смуку. Тут у нас еще и Алхимик. Ну, у Алхимика пока что 5 крипов, у Мирана уже 10. Да, конечно же, Алхимик, как понимаем, за счет пассивки все-таки реабилитируется по Нетворсу. Ну, и причем тут у нас Огромаг все равно не оставляет Мирану наедине с двумя героями команды БЛТ. Тут накидывается очень много ядов. Слушайте, я шеду Демна пошел здесь еще. И ой-ой-ой-ой. Не очень точно, конечно, здесь пошел. Тут бы еще пару тынчик или конси-сеточка от Мипа. Там еще и Пупик, ну, и в итоге это был бы фраг. В итоге, на топе. Что у нас пока что происходит? Никакого фрага пока что и особой такой прям инициации от обеих кому-то не видим. Но вот, правда, Огромаг выдвигается сейчас на верхнюю линию. Есть у него Игнает, второй левел тоже имеется. Но пока что не Паир Бласт, не, опять же, Блдласт не вкачивает. И вот здесь вот могли проблемы. Сейчас у нас у Нарс Титана, правда, не плохо, и стал перед имиджством. Паир Флай у нас сейчас у Батрайдера нет. Ну, а тут пошли стаки Напалма по Удар Титану, при этом же Дудемон, он сейчас уже на нижней линии, а точнее на руне разбирается. Разбирается с Венш Фу Спирит, Алхимика остается тоже очень хилый. Алхимика забирает, ну и, кажется, еще и Батрайдер на верхней линии справится. Здесь с Элдор Титаном, правда, Сларк позади бежит, есть у него пауз, промахивается. Ну, и вот у Батрайдера, возможно, будет здесь проблем. Так как Дарпак, пара тычек. Хотя Напалмом накидать фаерфаер, есть еще и фаерфаер, тут, кстати, еще и у Сларка есть фаерфаер. Огромак приходит, дает Игнайт, пошел, тут стачки замедления, и, кажется, у нас у Крафтуса проблемы, Крафтикс. Ну, и Сларк отправляется в таверну. Ну, давайте. Что? Показать этот вард. Что? Ну, сделаешь, сделаешь. 390 злот, ребята, с команды команды забирают за убийство Сларка, причем Батрайдер остался один на один. Говоря против него, и справился сначала с Элдор Титаном, ну, а потом уже еще и со Сларком. Сларк, кстати, пошел. Ну, был сначала давать надежек весел, ну, а только потом давать, конечно же, свой пауз. Ну, и в итоге у нас Огрмак отсюда быстренько уходит. Это Атмора, у него 9, 9 армора и 780 хп. Как же этого героя забирать? А за счет того, что у команды Бэлтим пока что не особо высокие левела. Первый левел у нас здесь у Винги, третий левел у Сларка, и третий левел у нас еще и у Элдор Титана. Ну, и на обиде Мирана опять же совершает враг на Алхимике, вместе с Шедов Демоном. Ну, и еще и Батрайдер, кажется, пришел и все-таки немножко грязи надел, и так же пауз, ребята. Хотя, по Натворцу я, опять же, по золоту и по экспириенсу ничего не получил. Значит, Пайтер Пи, опять же, в убийстве не участвовал. 283 золота за командой Каманчи в этом, за это убийство. Стрела, ну, с те стрелой фармить, конечно, тележки, но это нормальная практика. Это тоже состав, дорогие друзья. Миша, Чуваш, Чапи, Никс и ЛТВ. Ну, ЛТВ он сыграет на Батрайдере. На хард-линии, у нас будет, блядь, на Миране. У него тоже сыграет герой такой, так, кстати, очень сильно как-то проседает ФП. Сейчас пробую сделать. Я не понимаю, в чем проблема. Ну, ладно, как бы разберемся, наверное, по ходу. Так, ну, и сейчас, что тут я вам не динается об нейтральных крипов, стаки тут были. Кстати, тут какая-то сейчас пауза ставится. Ну, нейтральный крип добил, конечно, тут я вам, но мало как бы у него оставалось. Оставаться на линию смысла не имело. Поэтому делать ему было нечего. И в итоге, да, никнеймы новые и немножко аватарки сменили, поэтому не удивляйтесь. Все у нас по-старому. Состав не менялся. Индейцы не, так сказать, не кидают своих ради новых людей. Поэтому новым людям всегда рады, но старых мы никогда не поменяем. Да, гоу прописывал у нас команда Команча. Ну, кажется, у Миши постоянно такие проблемы. Вот что не шеду демон, так и постоянные проблемы. Так что будем ждать. Гоу прописывает. Секунду. Ну, тут, кстати, стаков довольно-таки много сейчас у команды Команча. Ну, я понимаю, что все эти стаки для НИПа. Пуфики у него уже, кстати, третьего уровня. А так мы знаем, пуфик дает дэмэдж сначала при полете отсюда и при полете туда. Как бы это объяснить, это довольно-таки тяжело. Но вы все знаете, как он дает пуфики, конечно. Пошла еще сеточка, но в итоге очень много хребов здесь мипа фармить. Так, Никасасин пошел с Эпэллом, подкопал, забрал двух хребов. Ну, они мелкие, заработал всего лишь 40 золотом. Ну, и опять же, я пропустил фраг на мине 7-0. Мипа очень сильно проседает. Ну, и по симскому остается, но мипа здесь будет жить. Но там на Команча опять же оставили алхимика на упокой. 285 золот заработали, 220 экспирианса. Ну, и три смерти алхимика уже набили на руке. Да, вместе отправления, вместе приземления. По 120 урона, да, вот здесь вот так вот довольно-таки верно и точно. Уж точно. Так что, дуги, я вон походил, яд. Есть тут, правда, карапас. Есть также Эпэлл, который у нас уже никс, но не брал пока что моноберну. Хотя моноберну не помешал, мне кажется, опять же, против Мираны стоять против мипа, которая без маны особо много дэп уже тебе не занесет. Да, с несколькими мипами, конечно, будет проблема, но с одним проблемой у тебя никаких не будет. Так, вылетает сейчас здесь Мирана. Старшторм пошел, фарм крипов. Ну, шестая минута, счет 7-0, стрела, полетела, пала химику, 5-секундная, ну и в итоге баунтируна. Сейчас забирает Мирана, вот Ланчтом пошел, справа с Мираней, уже хорошо. А почему Улдар Титан вообще оставил эту баунтируну для Мирана? Это очень странный момент. Вот сейчас пошла Мирана, тут пока что откидывается Старшторм, и будет у него еще и стрела в скором времени, если еще скидится по мане. Тут очень мало ХП остается у Улдар Титана, хотя тычка промахивается просто ХГ, но Миша не отпускает такого сладкого. И очень много ХП с моего героя, отправляет его в Тавирн, готовится, 254 золота с него срубает. Ну и сейчас остается 8-0, 200, 323 золота, вот он Камады. Камадчик опять же падает, так, пошел из Мирана, стрелу, кстати, не очень точную дала, ну и в итоге сейчас у нас Алахин здесь все-таки выживет. Хотя Угрмаг идет до конца, тут еще и Ядс так висит, но это дамаж, конечно, немного дает, ну и вот Угрмагу ее сбежать. Так, шла сладкая, ШДОМ, Эксид Спрей, ну и в итоге у нас здесь у Угрмага проблемы. Это, кажется, два фрага, первый для команды БОТ. Ну, есть у них фраг уже на ШДУ Демоне, который умер от Эксид Спрея, ну и тут, кстати, еще Угрмаг. Да, кстати, Эксид Спрей наносит еще и физикал демэдж, если я не ошибаюсь. Ну да, физический демэдж, там еще и ВФ Террор, понятно, висел на ШДУ Демоне, и понятно, кто он за... Так, а тут Астрал Спирит, а ничто... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ошибка сейчас от Эллар Титана БОТим, а Угра-то все бежит, чуваш, беги-беги-беги-беги, Форесгам. Правда, тут забегает и низ получает, но импейл и викс этого героя здесь не отпускает, хотя побегушки устроил он знатные. Так сказать, побегайте за мной, сделайте зарядку, ну а моя команда, так сказать, будет пока что все это время фармить, фармить, фармить. Ну и вот два фрага первые, возможно, даже победные, ну, наверное, такие вот, вот такая вот маленькая победа для человека. Команды БОТим все-таки эти два фрага сделали, ну, за командой Камач уже 8 фрагов, крипов, конечно, их немерено, поток крипсаду следирует. Команда индейцев, 61 на 5, Сумипа, 51 на 17, Мираны, ну и 41 крип у нас у Батрайдера. Ну, Батрайдер, понятно, у него еще имеется и один фраг, и один ассист, фармить он тут и крипов, поделая, так понимаю, еще и себе стаки. Накидал там напалму, фаерфлай, ну и в итоге еще и во вражеском весу тоже здесь фармить крипов. Так что у Батрайдера здесь все хорошо, а вот у Элвардистана на мини все очень плохо, погибает. Ну, и это, кстати, уже какая его смерть? Четвертая, ну, еще не юбилейная, так что можно еще и подождать. Ну, а в крайней мере у Мираны на мини все очень хорошо, потопный творчество, найдет первые позиции, 5000 золота имеет, 4000 у нас у Мипа, 3300 у Батрайдера. А вот Алхимик идет всего лишь с 2500, и имеется у него здесь Суверинг, купил себе тапок, есть тауншилл, есть также Квилинг Блейд, ну и больше артефактов пока что за этим героем намечено не было. Ну, и есть, конечно, выбор, у него купить какой-то армлет, но опять же, демиджа от команды Каманча именно магического больше, нежели такого-то... Мисклик, а, да, вот, мисклик, ну, бывает такое, случаются такие проблемы, ну, иногда просто мискликаешь, никто не защищен, человеческий фактор, ошибки случаются. Ну, и в итоге такая вот у нас игра получается, ну, вроде бы и не скучная, вроде бы и не особо активная, 9 минут и 11 фрагов на карте. Как бы все более-менее размеренно идет, да, правда, по преимуществу, по золоту пока что, ребята, с команды Каманча лидируют около 6500, а... А, это по экспириенсу, а вот по золоту, ну, кстати, графики точно такие же, 6500 по экспе и 6500 по золоту. Ну, все-таки три героя, причем коры герои команды Каманча идут впереди, а это именно Бедрайдер, Мипа и, конечно же, Мирана. Так, нижний день, Бэйл пошел, также есть еще и Астрал спит вместе с Сенчтомпом, но Громак как будто ничего не почувствовал, погладили его по рулетке по спине. Ну, и в итоге побежал дальше, веселый Карапуз, веселый Молочник. Да, Карапузик, Карапузик, веселый Молочник, живет спокойно. Так, Иксиспрей пошел по Миране, Миран, выбирает дрону богатства, а вот банки, о, химика нет. Ну, в таких случаях, на этом все-таки лучше брать банку на единичку, все-таки дэмэдж, но он все-таки... Так, пошел он сейчас еще и Ластопа, ой-ой-ой, не скучает, тут еще сеточку приходит сюда, еще и Сварк, у него есть Утимейдж, ну, демон живет, старт, залетает дабл, какой же хороший дэмэдж сейчас от команды Каманча летает. Просто какой же мультикаст от этого Угромага, два подряд, два Икс, и при этом никто из Каманча не погибает, ну и они сами делают еще и триплкил. Сварка, Вингу и Микс. Сказательно, они отправляют в таверну и зарабатывают на этом 1100 золота и 1308 экспериенса, ну и при этом на миде еще... Тут Чапи уже совершает триплкил, да, конечно, на нижней линии сделал, прилетел на мид, ну и в итоге... Это какой раунд? Это четвертый раунд, если... Да, это четвертый раунд, это серия уже Б-103, первая раунд, свифт, лига Капа, номером 4. Да, тут, кстати, у нас еще тублицу... Тублицу... Тублицу турнира! Таблицу турнира скидывают в чатик, так что зайдите, посмотрите и, конечно же, поинтересуйтесь, если вам действительно интересно. Так, нижнюю линию, Огрома, кучу, если просидать, есть у него раунды на тяжелый рейндроп, есть еще также и два. И камни, но эманы не хватит, надо бы зарядиться, конечно же, по полной. Так, кстати, пошел здесь плутласты, и причем по двум мипам, и все, ой-ой-ой, может, правда, заходят под рентелом? Неужели нет, тут тревел есть также, поинбустер и Огрклаб, ну и до Аганима остается еще 1000 монет фармить буквально. Ну, даже не 1000, а где там, 850, так как 1160 уже имеется, так, Мирана залетает, стрела ли пойдет, стрела, не точно, уже не залетит, а вот Флорк уже здесь. Флорк уже летит и готов Миране показывать, на что он способен, правда, Никс уже сюда отправляется, но в Монлайт Шадоу и Мирана спокойненько уходит с Мидо на базу. Ну, Шеду Демо продолжает пока что угнаться за алхимиком, настакивает по нему яд, но... Правда, ему здесь, похоже, уже пора отходить еще один яд, но в итоге Алхимик здесь будет сейчас жить и даже очень хорошо хотят, тут уже 6 стаков, тут еще надо соло кетчера поставить, а в сербар поставил, но в итоге здесь сейчас Шеду Демон погибнет, хотят, ой-ой-ой, на стакал еще буквально тычка, просто от иллюзий тычечка, ну как же под соло кетчером, Флэймбрейк пошел, 40 кп ставится у нас соло химика, еще тычка, но и Алхимик все-таки живет, ай-яй-яй-яй-яй, а вот это все-таки абуз, абуз, пошло лосось, цепляет, но здесь Алхимик, Алхимика мало хп остается, Алхимик, Алхимик живет, 67 кп ставится, да как же он здесь выживает, но здесь, кажется, его все-таки смерть, его встречают не рано при этом команда, и Б.О.Тим собирается, здесь все-то делает, ну а Убермак продолжает также развлекаться с героями команды Б.О.Тим, Батрайдер на разороте, дальше накидывает стаки на Палмадов, ай-яй-яй, Флэймбрейк пошел, гореть сейчас будут все, ребята, с командой Б.О.Тим погибает, здесь у Жилдов Титан также догорит, здесь, скорее всего, у Денжи Мускирих, хотя нет, СС-12 кп, ну и будет здесь жить, правда, у Флэйм, здесь, какается, брыкается, брыкается пожить, пауз потрачен, ну и Батрайдер будет ли заходить, Флэймбрейком может еще откинуться, Флэймбрейком атакивается, Ларка поближе к себе, у Сларка есть дарпак, но здесь погибает, и команды Команча потеряли всего лишь одного героя Мирану и забрали, аж троих, как понимаю, сделал эти три фрага Батрайдера, кстати, почему-то тут еще не фейс, в Айтрекап, два фрага сделали, да, забрали Алхимика, но как же этот Алхимик жил, если кто-то не знает, почему Алхимик сразу выжил, хотя на него было накинуто, во-первых, там кричка Батрайдера полетела, также еще и Игнайт, то угрмага, то у него есть такая возможность, как и у Лондуида, при превращении формы у него есть небольшая задержка, когда он может просто не получать демж, очень много демж получается, и Чадли здесь погибает, ну, вот, пожалуйста, вам и мана Бёрн, за счет Никса, уже третьего уровня прокачки, и вот теперь у Мипа вот такие вот небольшие проблемы, так как мана у него достаточно, интеллект у него имеется за счет Аганима, еще тут и купился для Эрн Брэнч, ну, правда, стики себе купить собрался, или для того, чтобы рвать паунсы, ну, может быть, и для этого, 1300 золота, ребятиска, для Белл Тим зарабатывает до убийства Мипа на нижней линии, ну, и пока что игра у нас продолжается, 17-5 счет, 14-ая минута игры позади, и графики можно уже открыть и посмотреть, что же здесь есть, 7500, почти 8, за командой команды щипа золотого преимущества, ну, а по экспириенсу почти за 12000, правда, здесь Мипа немножко подарил ребятам из команды Белл Тим надежду, надежду, конечно, на камбэк, стрела залетает, тут попадает по крипу, ну, по Никсу, конечно, здесь она не залетит, так, Алхим продолжает фармить, 8-ой левел, и почти 9-ый ультимейн готовый, но на него уже выходят не один, не два героя, а целых три, лобкой есть, ну, и в итоге, кажется, Алхимик здесь уже погиб, ну, тут Пустоки напал, Моя, ты выходи, Алхим вставляется в таверну, так же, и счет нашему гену, довольно-таки серьезный герой, сейчас пришлось два этого Алхимика, так, пока что не будем, но об этом, бляд, он здесь еще и в Артитанах, так, сделать эндж-стомп, но у него не получается, и он также, пагубный своим Алхимиком, отправляется в таверну спокойненько от команды Команча, так вот, что хотелось бы сказать, по поводу того, что Шедоу Демон не плохо, все-таки заходит против Алхимика, так как Алхимика вначале не такой уж и жирный, просто имеет довольно-таки большой реген Купе, и просто вот этим вот постоянным небольшим количеством дэмэджа, и его не убьешь, так как у него отличный ХП реген, но за счет Шедоу Демона, который насакивает очень много ядов, 6-7 зарядов, кидает свою кетчер, да, там еще и дизрапшн, ультимейт, сразу много дэмэджа можно сразу внести по этому Алхимику, поэтому выбор вот этого Шедоу Демона против Алхимика, это очень плохой, сразу так всем на будущее, мне кажется и правда, что у Демона эффективный герой против данного персонажа, так, Мирана заходит, у нас очень сильно выходит, правда тут Никс, ну, или подлично, у нас сейчас от Никса, ну, он отсюда уходит, да, кстати, Никс, это у нас герой, который играет, а, точнее, игрок, который играет на Миране, так что не путайте, если я буду говорить Никса, а это будет Мирана, а Никс, это будет Никс Ассасин, ну, правда, Леха и Лис, так, что он с Теодрак начинается, поставил, сейчас он за Титана, ну, парни, а Джотфак по гуську, пошел сейчас в Тан, ну и опять жутим их просто отшел у Демона, и это минус Никс Ассасин, правляется автоверком, опять же, минус 2, восстановление команды Команча, довольно-таки быстрых, минус 21, 5 и 16 минуты игры позади, 817 золота за ребятами команды Команча, 329 теряет еще Б, О, Тим, ну и тысячу-полторы Команча здесь еще зарабатывает по экспириенсу, ну, и вот такая вот интересная игра у нас уже вторая, да, правда, предыдущая, если кто не смотрел, была намного интереснее, в кавычках, скобки нет, говорится сейчас, вот это вот непонятный юмор, у нас тут подымок, все же, кстати, сейчас, что-то, сквозь там, но как-то в Рошан закидывать, не дело такое, не из приятных, Кубатрайдер пока что ищет себе цель, есть, но ИМ, так, у него толку, пошел, здесь еще и лассо, цепанули здесь сварка, сварка, стрела, полетела, стрела полететь, не попадает, не долетает, даже бы сказал, да, это насчет ультимы, конечно же, Кубатрайдера, но Амирана идет дальше в погоню 2, на шторм, за счет того, что у нее уже имеется гоним, ну, и пока что забрали одну венгу и хватит дальше в погоню, так, играл, ребят, у команды команды, заходить не стоит, нужно зайти на нижнюю линию, тут опять же и уберите от графиков детей, 18+, просто графики, ну, да, конечно же, графики очень-очень сильно разнятся между одиником, ну, 14 тысяч преимуществ по золоту, и это всего лишь 17 линуда у команды и почти 20 тысяч по экспириенсу золота, много, и экспириенса также много, так что ребята, лидирует. У нас сейчас еще и чат на рошана под своим мипов, он скидывает, конечно же, еще и свои гонопласты, но и мипа довольно-таки быстро, благодаря сейчас рошанчика, ну, и все, еще едет, успоится у мипаря, и теперь вот даже быку не быку, ему будет все просто гонить. Проверяется едет сейчас с намипом, ну, и он отправляется быстренько на базу, причем дальше мипа идут на пуш, ты два вышка на нижней линии, ребят с командой команды команды сейчас уже допушат на миде, т2 вышка уже ребят с командой б-у-тим отсутствует, ну, и вот, пожалуйста, четвером собирается команда индейцев, команды на нижней линии, на т2, и начинают попушивать, т2 вышку сломали, и не хотят уже останавливаться, быстренько подпушивать еще и крипов, ну, на хайграунд, правда, сходить не собираются, отправляются опять на верхнюю линию, но там еще присутствует последняя т2 вышка, с которой команде команды команды придется все-таки расправиться, чтобы закончить уже вот такое вот кочевание вокруг базы противника, ну, и опять же, просто зайти по одной стороне, а там уже и все три стороны сломать, если будет такое вот желание, но пока что команда команды такого желания не показывает, да, как залетает мифа, ну, это, конечно, хороший проказ, опять же, Moonlight Shadow, ну, и мифа не особо хороший вырыв, конечно, произвел, Батрайдер, 12 уровень, займется, Блинк Дайгер, ну, конечно же, Нетворс у него не самый высокий был, он, конечно, в топ Нетворсах где-то на 10-й минуте, в топ-3, но сейчас в топ-3 Нетворс, он занимает первая позиция, да, мифа почти 13 тысяч, да, у 13, 10 тысяч, 700, почти 11, у нас уже Мираны, ну, и на 6, на 3-й позиции идет Спарк с 6 тысячами Нетворса денег, у него мало, приобрел себе только здесь Shadow Blade, и больше ничего у него пока что не имеется, ну, и вот, пожалуйста, мифа, Shadow Demon и Огрмаг быстренько забирают Т2 вышку на топе, и уже готовят заходить на хэйграунд, при этом Миран залетает, сейчас на мифа забирает очень быстро Ровенгру, но при этом ее здесь цепляет Сларк, у нее нету ни Айгис, ничего, но при этом мифа здесь взлетает уже, алхимика можно разобрать, алхимика разбирает, дальше пошел ультимэт у нас от Теллар Титаном, но много дэмэджа по командикаманчей не нанес, завтра сейчас у нас Чапина базу хилит тех, кто мифа, которые очень напрасевшие, это два, которые будут, когда командикаманчей забрать, конечно, не сумеют, но в итоге нужно ждать мифа в обратной позиции, все мифа уже отхиленные, конечно же, довольно-таки быстрее все-таки телепортацию он имеет, за счет пуфов, за счет тревелов на каждом из мифа, так что файт можно проложать просто бесконечно, ну и графики, вот за счет Мираны, конечно, на боевых им заработали почти полторы тысячи золота, но при этом еще и Алхимик делал байбэк, 340 золота всего лишь командикаманчей заработали, ну и на хайграунд, так сказать, не зашли, зашли, но ничего не сломали, ничего не тронули, так сказать, но вот если забрать Алхимика, у него не будет байбэк, а так, пошел гидрапшу, Сларк летает шеду дневно, правда, получается, ой-ой-ой, залетает уртимет, шеду тут еще и от шедеб, Сларк очень битый, Сларк может здесь погиб, уртимет, а у него нет, Сларк погибает, байбэка нет, Алхимик а также, ребята, с командикаманчей забрали и, кажется, уже просто готовы заходить на Т4, правда, конечно, Т4 еще не подластно, нужно забрать Т3, конечно, я перепорщил, но при этом уже минус 3, также еще, еще и Никсан, ну и в итоге минус 4, в слоне командикаманчей, и триплкил оформляет здесь Чапи на свое мипо, все это, что все делает Телефорт, Миран залетает в спину Олдор Титану, ну и это можно назвать Fullman Team Vipeness, он и команда индейцев, золото они понимают, конечно, не так много, да и графики за ними уже приличные, 20 тысяч по золоту, по экспириенсу также 20 тысяч, ну и вот, пожалуйста, бараньки уже падают, не лишний бараньки, конечно, сразу в 3, ретитикам, ДК манча сломает, ну тут и рейнджовый доломает, Байбет, кстати, тут вот появился, ну, как-то драться против этого Чапи на его мипо, у которого появляется уже 2 Драгон Вэнса, кстати, это не просто фан, я вам скажу, а именно довольно-таки хороший артефакт на этого героя, так как он дает довольно-таки много статов и недорого стоит, а чтенослопостей, 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 причем все они постановятся довольно-таки жирными, да, а кто-то из Титана, Сларк залетает, но Сларк здесь можешь получить просто кучу пуфов, хотя Иж Том неплохой, пошел куча пуфов и Сларк очень многих и потерял, пошли тут так же досты, но Сларк в таверне, байбека у него нет, и вот опять же, как нибудь забрать, и он без байбека, минус 2 корпус, нажат команды Команча и УБО1, еще опалкивают венгулки, бля, еще, я не саня, 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 ну, нужно просто идти дальше, подкушивать, ну, по смыслски отправляться на базу, дабы отрегинить себя и, конечно, своих мипарей, ну, и вот уже минус 2 сторона в исполнении команды Команча на верхней линии, ну, и нужно ли добивать до мега-трепов или просто идти в Т4, ну, кажется, не понимает, что тут можно покушать все, что можно, туалеты сломать, статуи, ну, и сходить на Т4. Шансов Команды Беллоти может дойти за очень мало, принес Команды Команча просто баснословную сумму, можно так назвать, и шансов, правда, нет. При этом падает Т4, прописывает Good Game Well Play, и, правда, отличная игра, но не забывайте, это Swift Лига Капа номером 4, это четвертый раунд, и это серия Б-103, это всего лишь первая карта, которую Команды Команча здесь победили. В которой победили. Ну, небольшая пауза, с вами сегодня Дмитрий Фланки, не отключайтесь, скоро вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok